Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Бедловский Антон, я эксперт по испытаниям региона Юг, и мы с вами находимся в агроцентре в Краснодаре. Компания Сингента в этом году запустила новый формат посещения полевых мероприятий, полевые экспедиции. Вы можете в удобное для вас время записаться на посещение наших опытных площадок, не дожидаясь больших мероприятий. Предшественник у нас – озимая пшеница, сорт «Гром». Сеяли мы 13 октября в оптимальные сроки для нашей зоны. Добрый день, меня зовут Миссан Татьяна, я оригинальный полевой эксперт территории Краснодар. Всем вам хорошо известно, что одним из критически важных моментов закладки будущего урожая зимой пшеницы является формирование у растений здоровой, хорошо развитой корневой системы. Погодные условия осени этого года во многих районах края отрицательно сказались на развитие растений и в первую очередь на их способности сформировать мощную корневую систему, что в свою очередь повлияло и на такой важный показатель, как коэффициент кущения. Для того, чтобы понять, влияют ли препараты для обработки семян на рост и развитие растений и возможно ли снижение нормы высева семян при неоптимальных погодных условиях с осени, мы провели закладку данного опыта. Семена на делянках справа от меня мы обработали препаратом Vibrance Integral в норме расхода 1,75 литров на тонну семян. Норма высева на делянках составила 4,5, 3,5 и 2,5 миллиона семян на гектар соответственно. Семена же на делянках слева были обработаны другим продуктом, содержащим имазолил, тебуканозол и прохлораз. Стоит отметить, что ввиду длительного отсутствия осадков первые всходы мы получили лишь на 16 день после сева. В таких условиях препараты для обработки семян повлияли на полевую схожесть. И если на делянках с нормами высева 3,5 и 4,5 миллиона семян на гектар, существенных отличий в коэффициенте кущения не обнаружено. А вот на варианте с нормой высева 2,5 миллиона он отличается и составляет 3,1 стебля на растение при обработке семян вайбранс интеграл и 2,6 стеблей на растение на варианте с конкурентным продуктом. На данном этапе мы с вами можем сделать вывод о том, что в условиях засушливой осени вайбранс интеграл не оказал угнетающего действия на всходы зимой пшеницы, позволив получить большее количество растений на единицу площади и больший коэффициент от кущения. А как это скажется на дальнейшем развитии культуры и закладку элементов структуры урожая, мы с вами узнаем уже в сезоне 2023 года. Если вы хотите увидеть, как будут выглядеть наши растения весной, записывайтесь на посещение нашей площадки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова